Здарова! Сегодня у нас в распаковке будут участвовать два термосмесителя, но третий уже распакован в этой посылке точно такой же. Вы можете, конечно, сказать, что я сошел с ума и заказал зачем-то два одинаковых, да? Здесь вообще смесители, которые устанавливаются для ванной комнаты. Этот тоже можно установить, но у него немножко другая у меня будет с ним история. Я вам сейчас попозже расскажу. Итак, давайте распакуем вот здесь вот, потом здесь посмотрим. Как же так получилось, что я купил два смесителя, второй такой же, да? Блин, я, короче, делаю баню, он сзади меня баня. И прикол в том, что я подумаю, что этот я поставил в гараж для того, чтобы мне мыть машину, да? Я здесь сделаю 30 градусов, чтобы мыть машину, когда на улице минус 5, это кайфовая тема. Также эта же штука будет и для умывальника в гараже, который будет в будущем. Вот. И потом думаю, ну, блин, тема хорошая. Видите, тут гаечки даже есть по бокам. Это тоже фирма, что и термосмеситель для бани я взял. Вот. И думаю, возьму второй для бани такой же. Качество хорошее. Купил, купил, потом думаю, блин, как это в бане все делать? Это же сюда что-то ты-ты-ты как-то неудобно, надо еще там другие, чтобы преимущества были у этого смесителя. Короче, сейчас вот этот распакую, и вы увидите, что преимущество у него есть у того, который должен стоять, ну, как в душевой кабине, понимаете, да? Сейчас я этот открою, мы тут глянем. Такой же, представлено, не такой. Будет у меня два термосмесителя. Ну, будет один, точнее. Один я уже нашел кому продать, знакомому. В общем, их на Алиэкспрессе разбирают на ура. И хочу сказать, что эти два смесителя, не эти два, а вот это, вот эти два, они одного и того же производителя. То есть, они... Вот фирма, смотри, где тут фирма Розин? Есть тут фирма Розин? Нет? Где он? Розин должен называться. Так, так, так. Короче, не знаю, почему тут не написано. Ну, бог с ним. Короче, смотрите, вот он вот так вот работает. Какой-то второй пришел, немножко черненькие пятнышки есть, да? А так, внешний вид у него точно такое же все. Так, посмотрим, что тут. Сеточка целая, вон. Сеточка тут есть. Видите, на входе сеточка. На входе горячей и холодной воды тут присутствует сеточка для того, чтобы сам смеситель не накрылся. Вот. Здесь, вот, видите, 38 градусов. Все, вот он дальше 38 градусов, он не будет выдавать температуру. Если вам надо горячее, вы нажимаете кнопочку и дальше вы вставляете максимум, да? Если вам надо холодную сделать минимум, вы тогда делайте его вот так вот. На минимум, да? Он будет выдавать то, что на входе. Вы скажете, а как регулировать поток воды здесь? Поток воды здесь никак не регулируется. Это надо отдельно на выход ставить кран. И этим краном будет регулироваться поток воды. Это только термоголовка. То есть, заходит горячая и холодная вода. И на выходе та температура, которую вы выставляете. Это мне не понравилось для использования для душевой, да? Для душевой в бане. Я решил купить нормальный душевой смеситель. Один я поставлю себе в гараж, другой продам. Итак, идем дальше. Давайте, наконец, распакуем этот смеситель, который стоит 3300 рублей. С временем он обошелся. Эта посылка весит 2,6 килограмма. То есть, довольно тяжелая. Получил я ее за 8 дней с момента отправки. Доставка из России. Все это отслеживалось треком. Все как положено. Вот она сама. Сам смеситель. Вот здесь он, смотрите, как запакован. Вскроем. Вот она. Так, сейчас посмотрим, что у нас здесь лежит. Здесь лейка, смеситель. Всякие прокладочки, держатель для лейки. Смотрим сам смеситель. Открываем. Вот он. Смотрите, ну что, вещь, скажите же вещь. Что тут есть? Тут есть переключатель отдельный. О, уже выпало. Что за фигня? Ну ладно, он, наверное, прикручиваться должен. Так, смотрите. Здесь сеточка, да, есть. Выход этот. Сюда накручивается лейка. Переключение либо на лейку, либо сюда. Вот. Здесь регулятор. То есть выставляется не температура, а это кран у нас выходной. С этой стороны температура. Сейчас надо разобрать. А, так, прикол. Он даже почему-то не прикручен. Там внутри винтик валяется. И его почему-то на заводе не прикрутили. Либо можно подумать, такое ощущение, как будто он по дороге открутился, да? Хрен его знает. Ну ладно, прикрутим. Так, что тут у нас есть? Здесь вот подключается холодно-горячая вода. Вот тут вот тоже сеточки есть. Можете посмотреть. Видите, сеточки, чтобы ничего не нарушилось. Так, он у меня будет использоваться в бане. Да, я понимаю. Идея, вы скажете, что дурацкое в бане использовать. Потому что в бане никто такие вещи не ставит. Либо баня у вас, если круглогодичная, постоянно отапливаемая, да? Вот видите, тут болтик. Не знаю, почему так произошло. Но я сейчас, конечно же, делаю все это, скручу. И мы дальше продолжим видео. Вот это все регулируется. Если надо больше 38, то кнопочка нажимается. И дальше все это вращается. Что интересно, что вот на вот этом смесителе, вот на этом смесителе здесь головка похожа, да? Только здесь кнопочка. Видите, какая? Здесь вот такая кнопочка. И по сути, они, наверное, взаимозаменяют. Мне вот такая кнопочка больше нравится. Ну ладно, поставим ту кнопочку, которая есть. Пофигу, какая разница нам. Господи. Ничего такого нету в этом зазорного. Так, шапочка тут стоит. Она так и стояла. Да, вот это попадало у вас с такой распаковкой. Это, конечно, капец. Как так могло произойти? Я ничего не понимаю. Вот. Короче, я закрутил, да не могу. Очень сильно закрутил. И он у нас тогда не крутится. Необходимо чуть-чуть расслабить. То есть вот там шайба, которая стоит, она и нужна как раз для того, чтобы вся эта конструкция по шайбе скрытила. Вот тогда вот это все легко крутится. Да. Давай чуть-чуть еще подтяну. Смеситель чувствуется в холодной руке. То есть настоящий металл, не какой-то там пластик, как вы можете подумать, да? Вот это пластиково покрыто металлом. Вот. Вот такой вот смеситель. Давайте посмотрим, что тут имеется. Тут у нас две сеточки на вход, которые ставятся вот сюда вот, да? Еще дополнительные ключи. Потом дальше имеется такая для лейки у нас. И крепление тут еще для лейки лежит. Так. Дальше у нас идет... Сейчас покажу лейка, какая в комплекте. Эта лейка имеет 4 положения, уровня воды. То есть она может по-разному лить. Вот. Смотрите, вот здесь все переключается. Короче, вы же понимаете, что это видео это только распаковка, да? В дальнейшем видео, если вы подписчики на мой канал, я вам покажу, как это все работает у меня в бане. У меня там уже есть селегородка стоит, все как положено, да? Также я в дальнейшем вам покажу отдельное видео сделаю, в котором будет два смесителя участвовать. Вот этот в гараже будет стоять, а вот этот смеситель будет стоять в бане. Ну и вот такая лейка. Присклейку распаковывать здесь мысла особо нету. Микрофон у меня упал. Сейчас покажу на секундочку, как у меня там в бане, что у меня как сделано. И мы, в общем, заканчиваем это видео. А вы не забудьте подписаться на канал, чтобы увидеть в следующем видосе, как все это будет работать в бане. Смотрите, сейчас вот включаю свет, да? Вот у меня такая перегородка. Здесь водопровод, водонакрыватель. А вот здесь будет стоять смеситель вот этот. И, в общем, здесь все у меня сделано для того, чтобы и сливки воды здесь есть специально, чтобы ничего не перемерзло. Как видите, уже у нас выпал снег, выпадает снег. В общем, все будет прикольно. В общем, подпишись на канал, лайк поставь, напиши комментарий, что тебе еще рассказать. Ну и все. Пока-пока. Вы это, не парьтесь то, что вот эта штука не была прикручена. Понимаете, в чем дело? Им на заводе сказали, сильно прикручивать нельзя, потому что, если вы сильно прикрутите, она не будет крутиться, да? Но они так прикрутили чуть-чуть, слегка ее, и она, получается, в дороге просто-напросто открутилась. В этом страшно, ничего нету. Сами видели, ну, это просто ручка, да? Для того, чтобы регулировать температуру. Классный смеситель, посмотрите, он блестит. Лишь, больше работал. Вот эта фирма, это фирма Розин. Где здесь название Розин, что-то я не вижу. Ну, я покупал, было там Розин. Может быть, просто у них маркировка как-нибудь по-другому, да? Но фиг знает. В общем, такая же илейка там была. Прикольная илейка должна быть. Смотрите, какая большая, широкая. Четыре переключателя. Ну, все. Потом, позже покажу, как подключу. Не забудь подписаться. И колокольчик там нажать, чтобы видео увидеть первым. Пока. Итак, для особо внимательных зрителей я забыл в распаковке на видео показать, что находится вот в этой белой коробочке. Очень спешил. Давайте посмотрим. Я сейчас приехал в магазин, чтобы купить комплектующие для того, чтобы его прикручивать к стенке. Так, значит, смотрите, я вот достаю. Так, что тут? Вот. Тут таких вот три колечка. Ну, вроде как три. Да? Три колечка, два эксцентрика и чашечки такие вот. У меня толщина стены 100 миллиметров. Вот. И, исходя из этих размеров, буду подбирать, то есть там надо, скорее всего, сделать удлиняющие такие, как они называются, забыл, трубки, которые вот сюда вставляются, да? Вот это декоративное кольцо, оно вот надевается на резьбу, три с четверти, ну, либо в данном случае это у нас, что это у нас, эксцентрик, да? Потом сюда прикручивается через резинку смеситель, и это потом откручивается на нужную, ну, чтобы стенку упереться, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА